В этом видео я хочу рассказать вам про еще один внешний фильтр фирмы SunSun. Фильтр модели HV504B. Этот фильтр для аквариумов до 250 литров со встроенным стерилизатором имеет некоторые особенности, которые мы сейчас и посмотрим. Это фильтр со стерилизатором, как я уже сказал, и является одним из самых доступных по цене. Фильтр имеет вот такую удобную ручку для переноса. Сам фильтр вот такой компактный, то есть небольшой. Его можно использовать в аквариумах где-то, наверное, от 60 до 250, но при условии, конечно, что у вас нет перенаселения крупных рыб. В принципе, его хорошо использовать, идеально для аквариумов 100-150 литров. Посмотрим, как он выглядит изнутри. Как мы видим, я уже сказал, то, что фильтр имеет встроенный стерилизатор. Это вот этот отсек, где встроена лампа. Лампа установлена в стеклянной колбе. Лампа здесь установлена 5 Вт. В принципе, для эффективной стерилизации в небольших аквариумах вполне подходит. Данная модель имеет 4 лотка. И в комплекте идет из наполнителя только синтепоновые губки. Соответственно, весь остальной наполнитель придется докупить отдельно. В общем, лотки сделаны неплохо. Вставляются друг к другу довольно плотно. Нет никаких зазоров и щелей. В этой модели вода идет снизу вверх. То есть сначала она проходит в отсек, где подписано IN, вход. Проходит через ультрафиолетовую лампу. И попадает вниз канистры. Потом снизу вверх идет до конца и выходит из этого отсека. Как вы уже заметили, это провод ультрафиолетовой стерилизации. То есть включить-выключить ультрафиолет. И загорается лампа, когда лампа ультрафиолета включается. И вы, наверное, заметили, что здесь нету помпы, которая качает воду. В этой модели помпа сделана выносная. Так же, как, например, если вы знаете в фильтрах Акваэль Миди Кане. Что это нам дает? Это нам дает то, что более простоту установки и запуска. И также эту модель можно использовать на уровне аквариума. То есть если большинство фильтров нужно устанавливать снизу вот таким образом, то эту модель можно устанавливать как снизу, так и сбоку рядом с аквариумом. И проблем в запуске не возникнет. Фильтр имеет два шланга. И шланги разные по диаметру. Один это 12 мм, другой 16 мм. Соответственно, вход это 16 мм, более толстый. Он более подвержен загрязнению. А выход, который уже чистая вода, здесь 12 мм. Вот так они реализовали. Помпа устанавливается отдельно. То есть вот такая помпа 1000 литров в час. Она ставится внутри аквариума. То есть, как я уже сказал, у этого есть какие-то плюсы. Минус, наверное, только в том, что она немного, наверное, портит вид. Но это такой небольшой минус. Также у этой помпы можно установить аэрацию. То есть, как у обычной аквариумной помпы. Установив вот такую насадку и вывести шланг наружу, отсюда будет идти и вода вместе с пузырьками. Редко у внешних фильтров есть функция аэрации. Здесь установлена металлическая ось. Можно не бояться ее сломать при чистке. Она очень прочная. Сюда устанавливаются краны. Соответственно, толстый вы устанавливаете на IN. То есть, это вход грязной воды. А тоненький вы устанавливаете на OUT. Ну и, соответственно, краны перекрываются. То есть, когда вы все соберете, поставите. После того, когда придет время обслуживать, вы просто перекрываете краны. Отсоединяйте их. Это краны остаются болтаться в тумбе, а фильтр вы несете мыть в ванну. Посмотрим, что здесь. Выход воды выглядит в виде флейты. То есть, сюда вы подсоединяете шланг тоненький, соответственно. И делаете флейты. Устанавливаете длину. Можно поставить одну, можно две, можно три. По вашему желанию. Ну, в принципе, две вполне достаточно. Соответственно, помпу вы устанавливаете в аквариум. И при помощи перегиба вы соединяете ее шлангом. То есть, нужно будет отрезать кусочек шланга толстого. То есть, и соединить помпу. То есть, это будет перегиб и помпа. Вот таким образом. А на низ помпы установите вот такую заборную трубку. То есть, соединяется кусочком шланга. В принципе, заборную трубку, если у вас глубокий какой-то аквариум, можно нарастить. То есть, есть три колена. Устанавливаете по желанию. В принципе, вот такой вариант исполнения. В общем, вот такой практичный, надежный и недорогой внешний фильтр со встроенной ультрафиолетовой лампой. Продолжение следует...